Дом на улице Свердлова готовится стать музеем. В разгаре фасадные работы, а вот до внутреннего убранства руки мастеров пока не дошли. Но уже весной здесь должен открыться один из самых современных и необычных музеев. Он будет посвящен писателю Валентину Распутину. Интерактивный и образный. Два его этажа будут полны отсылками к произведениям прозаика, его жизни и творчеству. Пока это все только на макете. Тысячи экспонатов, и с большинством можно будет взаимодействовать. Найти в ящике шкафа письма и документы. Увидеть проекцию писателя, будто работающего в своем кабинете. За слоем ила, расчищаемого руками, на сенсорном экране обнаружить пейзажи затопленной деревни на ангаре. Мультимедийные элементы выставки разместят на стендах и даже в оконных рамах. А потолок в цокольном этаже будет устроен так, чтобы за счет игры света создавалось впечатление, что вся комната под толщей воды, словно в затопленной матере. Каждый предмет заставляет задуматься о мире произведений известного земляка. Воссозданные интерьеры дополняют метафоричные детали. Лоскутное одеяло, сотканное с фотографий, показывающих вехи жизни прозаика. А в чайном сервизе будут читаться лица его друзей. В гранях самовара и в чашках появляются отражения людей, которые здесь должны быть, поскольку отражаются. Их на самом деле нет. Но мы должны через это представить, что они где-то здесь рядом, чтобы сделать их присутствие за этим столом более ощутимым. Скромная площадь музея, 130 квадратов, даст небывалую информационную насыщенность, отмечает автор концепции, заслуженный художник России и профессор Ирниту Сергей Элаян. Используется каждый метр, а акцент на мультимедийность – веяние времени. Способ заинтересовать современных людей, привыкших к гаджетам и доступности информации. Для самого широкого круга публики интересен только такой музей, который основан на технологиях интерактивных. Особенно это важно для младшего поколения, а мы, в общем, закладываем и воспитательную роль в этот музей. Впрочем, как отмечают родственники писателя, сам Распутин креативного подхода мог бы и не оценить. Отец был по характеру человек скромный, простой и, я бы даже сказал, строгий. И вот такая бутафория, которая присутствует особенно в Цоколе, крайне противоречит его натуре. Но появлению здесь музея мемориального противоречит и само расположение дома. Здание никак не связано с жизнью писателя. Он туда даже не заходил. Однако для иркутян оно крайне удобно, расположено в центре. Но и классическому музею тоже суждено быть, считает руководство Краеведческого музея. Более строгий и традиционный вариант уместнее разместить в Аталанке, на родине писателя. И в Портбайкале, где у семьи Распутиных был домик, и где писали строки его книг. И это следующий шаг. В планах у музея даже создать литературно-экологическую деревню с условным названием «Возвращение матеры» по Александровскому тракту. Но в далеком будущем. Иркутский же музей уже окрестили музеем образов. До его открытия остались считанные месяцы. Я думаю, основной сейчас, не то что проблемой, а вот такой задачей архисложной будет, это наполнение всех разделов материалами. Потому что объем материала колоссальный. По концепции мы предполагаем, что около 10 тысяч экспонатов будет, единиц хранения. Планируется, что технически сложные элементы выставки будут появляться постепенно, без лишней спешки. Но сам музей в любом случае примет первых посетителей в марте будущего года.